Добрый вечер, отцы, братья, сестры, матушки, дети. Сегодня с вами закончим степень шестую, которая называется «О памяти смерти». Продолжим. Кто умертвил себя для всего в мире, тот истинно помнит смерть. А кто еще имеет какое-либо пристрастие, тот не может свободно упражняться в помышлении о смерти, будучи сам себе наветник, то есть обманщик. Еще есть у отцов такая мысль, что не может человек сказать, что в полной мере любит Бога, если он имеет какое-то пристрастие, какую-то страсть. То есть его сердце не освобождено совершенно от земного, и поэтому там нет совершенной любви. И здесь подобная мысль, но говорится не о любви к Богу, а о памяти смерти. А вообще, если почитать других еще отцов, они говорят, согласно со всеми, говорят так, что все добродетели, они, казалось бы, разные, поскольку сам мир наш разнообразен, наше бытие земное. Поэтому есть и пост, и бдение, и молитва, и терпение, и смирение. Но на своих высотах все добродетели сливаются в одну, сливаются в любовь. Как говорит Священное Писание, что любовь никогда не перестает. Ну, потому что совершенно очевидно, что вера на небе не нужна, надежда там не нужна, бдение, посты там не нужны, покаяния там не будет, но все будет в любви. И поэтому, вот мы сейчас зачитали с вами мысль, видите, что полноценно помнить смерть, память смертную иметь, как и другие добродетели полноценно иметь, невозможно, пока есть пристрастие к чему-то земному. Эта мысль понятна. А кто считает, что можно совмещать пристрастие к чему-то земному и добродетели, тот сам себя обманывает, то есть находится в прелести. Вообще, даже святой Игнатий Брянчанинов говорит интересно, кто не святой, тот в прелести. Соответственно, мы с вами в той или иной мере находимся в прелести. Что такое прелесть? Это неправильное мнение мыслящего существа о самом себе. То есть, или ангелы могут неправильно о себе думать, тогда они извращают свою природу, становятся демонами, как дьявол. Он по факту знал, что творение, но он возомнил себя равным творцом. Это и есть прелесть. Так же и мы с вами. Мы себя еще хорошо не знаем, мы о себе думаем еще много хорошего. То есть, мы не познали самих себя и, конечно, не познали Бога. То есть, каждый из нас находится в той или иной мере в прелести. Но, с одной стороны, унывать по этому поводу не надо, а с другой стороны, ну и отчаиваться. С другой стороны, все-таки, все время помнить об этом и стараться выходить из этой прелести, приобретать истинное познание себя. Мы об этом молимся в молитве Ефрема Селина, в других молитвах, чтобы Господь даровал нам познание, нам нашей немощи. И тогда человек все больше и больше прозревает. Дальше. На словах не надо уверять всех в своей любви к ним или расположении. А, собственно, жить по заповедям. И Господь сам откроет, если это нужно, откроет им наше расположение к ним. Не превещайся, безумный подвижник, думая, что можешь одно время вознаградить другим. Ибо всякий день и к совершенной уплате собственного своего долга владыке недостаточен. То есть, говорится здесь о том, что человек думает так. Ну, я расслаблюсь эти несколько дней или эти годы, потом наверстаю. И здесь, говорится, нет, надо подвязаться каждый день, каждый Божий день, посвящать Богу, посвящать своему спасению. Потому что даже если бы мы, как говорится в Евангелии, все сделали, все равно мы рабы неключимые. Мы должны были это сделать и сделали. Вот здесь вторая часть этой мысли говорится так. Ибо всякий день и к совершенной уплате собственного своего долга недостаточно. То есть, даже если мы все сделаем, все равно мы неключимые рабы. Поэтому считать, что мы можем какое-то время потерять, отдать миру, отдать каким-то страстям и потом наверстать. Это тоже самообман. Нужно все ныне день спасения. Вот сегодня что можно делать? Нужно делать. Я иногда, когда с молодежью беседую, говорю, что, в общем-то, можно сказать, что можно жить по принципам. Бери от жизни все. Только не все плохое, все хорошее. То есть, что сегодня день позволяет, надо делать по максимуму. Еще такая есть поговорка молодежная. Живи по максимуму. Просто она у них понимается неправильно. Там понимается, что нужно в этот день собрать всю нечистоту. Полностью расслабляться и прочее. А мы должны по максимуму жить. Ну, то есть, по высокой планке соблюдать заповеди. Невозможное, как некто сказал, невозможное для человека дело, чтобы настоящий день провели мы благочестиво, если не думаем, что это последний день нашей жизни. Мы помним, говорится в Священном Писании, помни последняя твоя, да не сырешиши вовек. То есть, лекарство от греха, ну, ситуация нашего бытия заключается в том, чтобы помышлять о смерти. В том, чтобы помышлять, что, может быть, этот день последний. Тогда, может быть, не стоит с кем-то ругаться, у кого-то что-то убрать, на кого-то клеветать. Быть может, в этот день мы пойдем уже давать Богу отчет о нашей жизни. Быть может, если мы не сделаем доброго дела в этот день, завтра что-то случится с тем человеком, и мы никогда уже не сможем сделать доброе дело. Вы, наверное, слышали разные такие случаи. Ну, вот мне один рассказывал человек, говорит, пришел ко мне как-то братишка. Ну, они оба взрослые уже люди, были лет 20-25. Я, говорит, поковырялся там в гараже, пришел братишка, он, да, наркоманин этот братишка. Пришел, так посидел, помолчал, вроде что-то поговорили, не о том, не о всем. Вот, видимо, он какой-то помощи, что ли, как-то, просил, но не мог выразить, видимо, стеснялся. Я, говорит, этого недопонял. И он потом ушел, я еще, говорит, след, как-то ему посмотрел, и оказалось, что это была последняя наша встреча. Потом какая-то передозировка случилась, он умер. Ну, а с тех пор у самого этого оставших живых, брата, уже аритмия на всю жизнь, такой стресс, что он, говорит, как-то не подсказал. Как-то вроде мысль была, надо было, ну, что, больше пообщаться, уделить время брату, поспрашивать. Вот, знаете, вот, получается, не использовали мы этот момент, этот шанс, и совершаться непоправимо. Также вы слышали, наверное, когда двое ругаются, скажем, мама с дочкой, потом дочка может попытку суицида совершить, либо муж с женой тоже, а если еще и там ругаются, там, да проклинают, что ты, ну, там, какие-то плохие слова говорят, вдруг совершается это, и страдания на всю жизнь. То есть нужно считать, что этот день для нас последний. Здесь шестная песня заканчивается. Кто взошел на нее, тот вовеки не согрешит. Но сама мысль еще можно продолжить, потому что вот мы с вами прошлись на прошлой беседе, и сейчас эту степень шестую теоретически прошли, и иногда возникает такая мысль, у некоторых может возникнуть, что мне кажется, что все время думать о смерти – это какой-то пессимизм. Никакой перспективы не видит человек, ни о чем не заботится, ни к чему не стремится, нет никакой цели особо. Ну, вот просто думать о смерти – это человек теряет из этого силы. Напротив, вот как святые говорят, один из святых говорит, «Я память смертную возлюбил, как свою невесту. Она дает мне чистоту, она дает мне свободу от всего земного, она дает мне силы любить ближних, все переносить, служить жертвенно ближним, служить жертвенно Богу». И память смертная, она на самом деле мобилизует человека, на самом деле не позволяет нашей силы, которая у нас есть, растрачивать попусту, а направляет все наше существо на мольбу к Богу. А мы знаем, что людям лучше помогать божественной силой, чем своей. Конечно, с вами мы тоже помогаем, но, как говорит апостол Павел, который познал свою немощь и молился Богу об избавлении от этой немощи, и Христос ему сказал, «Довольно тебе моей благодатью, моя сила совершается в немощи». И поэтому, конечно, человек, который помышляет о смерти, помышляет о встрече со Христом, конечно, он будет свою душу уберечь от падений, от плохих мыслей даже, и всецело заботится о всех ближних. И кто-то сказал из богословов, что не может человек стать истинно верующим, если он не увидит сияние вечности в глазах другого человека. И как раз человек, который помышляет о смерти, тот внимательно молится уже на самой службе. И сам священник такой, он становится не совсем земным человеком, а несколько так почти небесным. И тогда люди, кто с нами общаются, они должны несколько замечать некую такую высоту нашего служения, и что мы все-таки с точки зрения вечности на все смотрим. Мы не должны уподобляться мирским людям даже и в жестах, и в манерах, и все-таки совершенно естественно, мы должны отличаться от тех людей. Собственно, в этом наше призвание, а мы должны призывать других людей такой к вечной, к святой жизни. Поэтому не хотелось бы, чтобы после этой беседы шестой осталось мнение, что память смертная, что такое уныние как-то вызывает. На самом деле, напротив, это мобилизует человека, делает его оптимистом, делает его очень старательным, исполнителем двух главных заповедей о любви к Богу и о любви к ближнему. Всем вам, дорогие отцы, братья и сестры, желаю достичь такой удовлетворительной памяти смертной и вашим молитвам желаю и себе помышлять о смерти и таким образом очищаться и принести большую пользу своей душе и своим ближним. Спасибо за внимание. Сегодня такая короткая беседа.